Мнение людей, наших граждан, народа, как носителя суверенитета и главного источника власти, должно быть определяюще. Всё в конечном счёте решают люди. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами виделись, но так заочно. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы все были свидетелями послания президента Российской Федерации. Владимир Владимирович как президент обозначил не только очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации. И в этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьёй 117 Конституции Российской Федерации, правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку. Президент на этом не остановился, его политическое воле и желание услышать в данном случае не предусмотренное нынешней действующей Конституцией мнение народа. Действительно, считаю, что пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Первое. Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство. Суверенитет нашего народа должен быть безусловным. Права и свободы человека, надеюсь, ещё многие десятилетия будут оставаться прочной, ценностной базой для российского общества. Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнёрами. Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. Пароноспособность страны обеспечена на десятилетия вперёд. Хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться. Нужно идти вперёд, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире. Это ожидаемые аплодисменты. Но я думаю, сейчас у вас будет возможность ещё раз поаплодировать. Дослушайте, что я хочу сказать. А если взять большую ответственность за формирование правительства, это значит взять на себя и большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит. Смысл, миссия государственной службы именно в служении. И человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом. И никак иначе. Без всяких полутонов и допущений. Такая работа – наш долг, как страны-победительницы. И ответственность перед будущими поколениями. Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти. Российское общество становится более зрелым. Ответственным. Требовательным. Так вот, все народы равны. И ко всем нужно обращаться. Причем желательно с использованием их культуры, их языка. Девушка, вы путаете понятия. Власть – это народ. А это представители власти. Законная власть – это народ по Конституции. Народ, проверяющий ваш главный орган. Он просто как человек будет, снимает. И мы не можем запретить. По российским законам. У вас есть YouTube-канал, да? Да. Конечно. На YouTube-канал, да? Я подписываюсь. Спасибо. Подпишись. Подпишись, говорю. Себя увидишь. Ссылки есть в описании под видео. Подпишись.